Ружьё Benelli M4 S90 не часто встретишь в руках охотника или спортсмена. Многие стрелки считают M4 исключительно армейским оружием, созданным для решения военных задач. Но значит ли это, что Benelli M4 не подходит для охоты и спорта? Отнюдь. Она может дать то, на что не способны серийные гражданские ружья, но обо всём по порядку в нашем сегодняшнем выпуске. Многозарядные гладкоствольные ружья успешно используются в военных конфликтах по всему миру ещё со времён Первой мировой войны. Они очень эффективны в ближнем бою. Помповые дробовики даже получили прозвище «окопная метла». Во время Второй мировой войны дробовики отлично показали себя в джунглях. Тогда ещё не было создано таких высокоскоростных боевых ружей, как дробовик AA-12 и приходилось использовать обычные охотничьи помповые ружья. В 1998 году Центр по разработке вооружений армии США объявил о тендере на разработку единого армейского полуавтоматического гладкоствольного ружья Joint CS Combat Shotgun. К новому оружию предъявлялись самые жёсткие требования. Одним из участников тендера была итальянская компания Benelli Army Spa, входящая в крупнейший холдинг Beretta Group. Специалисты компании разработали новую модель ружья, отправленную на испытания под кодовым именем XM-1014. По результатам испытаний на полигоне XM-1014 победила остальных конкурентов с большим отрывом, поскольку обладала более высокими характеристиками, нежели изначально требовалось по условиям тендера. Шесть дробин из девяти попадали с 40 метров в мишень в 100% выстрелов. Для неполной разборки оружия требовалось всего лишь 45 секунд. Чистка и смазка оружия, которую нужно проводить после каждых 500 выстрелов, производилась за 10 минут. Заказчиков настолько впечатлили возможностью нового ружья, что они тут же заказали 20 тысяч экземпляров для корпуса морской пехоты США. Из кодового имени выпала буква X и на вооружение Бенели М4 попала под индексом М-1014. Гражданская версия ружья получила имя Бенели М4 Супер-90. Название – это единственное отличие между гражданским и армейским вариантом ружья. Затем его взяли в арсенал полицейский и спецслужбы самых разных стран. Например, ружья состоят на вооружении белорусской милиции или полиции Ливии. Бенели М4 поучаствовала в большинстве вооруженных конфликтов нового времени и зарекомендовала себя как крайне надежный боевой дробовик для штурмовых групп. Такая надежность – заслуга газоотводной системы ARGO, буквально саморегулируемая газоотводная система. Газоотводные трубки располагаются сразу за патронником в районе переходного конуса и через два короткоходных поршня передают энергию для отката затвора. Тут есть два важных момента, отличающих ружье от прочих газоотводных моделей. Во-первых, отбирается раскаленный высокотемпературный газ сразу за патронником. На этом этапе горения почти не образуется сажа, поэтому газоотводная система не засоряется. Кроме того, давление газов таково, что оно дополнительно прочищает систему после каждого выстрела. Во-вторых, система продублирована. Клапанов, поршней и трубок по два набора и работают они в параллельном режиме. Даже если система критически загрязняется, давление будет достаточно для перезарядки, тоже случится и при выходе одного из газоотводных механизмов из строя. Другой сможет перезарядить ружье в одиночку. Все это означает, что Benelli M4 просто создана для самых тяжелейших условий эксплуатации. Конечно, это не значит, что ружье не нуждается в обслуживании, но частота этого самого обслуживания уменьшается радикально. Ружье достаточно одной-двух чисток в сезон. M1014 прекрасно работает с Magnum и Super Magnum навесками в 76-м патроне. Ресурс всех деталей избыточен и можно не бояться за сохранность ствола и ствольной коробки. К сожалению, за всю эту надежность приходится расплачиваться даже с учетом облегченного цевья и полимерного телескопического приклада. Вес ружья переваливает за 3,8 кг, что много даже по меркам калашоидов, не говоря уже про ружья с трубчатым магазином. Benelli M4 S90 выпускается в двух длинных стволах. Армейский 470 мм и охотничий 550 мм. В первом случае ружье комплектуется пламя-гасителем с коронкой для выбивания дверей. Если вы захотите ее снять, то длина ружья при сложенном прикладе будет 802 мм, что лишь немного превышает минимальные требования российского оружейного законодательства к длине оружия. Магазин Benelli M4 S90 – отдельный повод для гордости российских владельцев ружей. Все дело в том, что в большинство стран мира, включая США, M4 поставляется в огражданенной версии с четырехместным магазином. Но в России максимальная емкость магазина ограничена десятью местами и поэтому к нам поставляется такой же Benelli M4, как для армии и спецслужб, с магазином емкостью 6 плюс 1. Кроме того, для ружья доступны расширители магазина от Benelli, увеличивающие емкость до девяти мест. Дробовик Benelli M4 обладает определенным набором индивидуальных плюсов и минусов. Среди сильных сторон помпового ружья выделим простота обслуживания, цельность рамы затвора, большая кнопка предохранителя, исключающая возможность непроизвольного выстрела. Для неполной разборки не нужно использовать специализированные инструменты, практически беззвучная зарядка, оснащение гладким дульным срезом и четкий спуск. Недостатком Benelli M4 отнесем неудобная стрельба со сложенным прикладом, автоматика рассчитана на работу исключительно с полной сжатой возвратной пружиной, что ограничивает возможность нормальной перезарядки в ряде ситуаций. Низкая морозостойкость, средняя легкость, трудность эффективного обслуживания фосфатного покрытия ствола. Высокая цена Benelli M4 S90 обусловлена не только его заграничным происхождением, но и большими затратами на развитие технологий, заложенных в его конструкцию. На основании всевозможных тестов даже стандартная модификация Benelli M4 является лидером среди многих боевых дробовиков, продающихся на территории Российской Федерации и многих иностранных государств. На этом пока все, еще больше интересных фактов, мы постараемся предложить вашему вниманию в наших следующих выпусках.